В нашей жизни, ну это постоянно нам нужно делать, да, с какой-то периодичностью, чтобы помнить о том, что молитва это огромная сила, которую Бог оставил нам, детям и Богу. И в Писании говорится, что в Евангелии от Иоанна, что Бог дал нам власть, называться чадами Божьими. Власть это силу, значит, определенную, которую мы можем использовать в своей жизни. Что это за власть? Что это за сила? Это, конечно же, сила молитвы. Когда мы можем обращаться к нашему Небесному Отцу, нам открыть свободный доступ через веру в Иисуса Христа, через Его спасение на кресте, мы примирились с Богом Отцом, мы можем взывать Господу, зная, что будем услышаны, зная, что мы можем рассчитывать на Его помощь, мы можем рассчитывать на Его заботу, и Он будет действовать по нашим молитвам, потому что Он сделал нас своими детьми, да, как мы его говорили, назвал чадами. Мы дети Его, дети Его. Знаете, как вот в нормальной жизни земной, дети, родители, они заботятся о своих детях, они участвуют в их жизни. И, конечно же, дети к кому бегут со своими нуждами, со своими проблемами? Ну, в первую очередь, к своим родителям, да, то есть не к чужим, не к соседям, но и родители, они чьи нужды в основном восполняют, да, своих детей. И поэтому, конечно же, мы сегодня, читая Святое Писание, мы видим, что Бог, Он нас усыновил в дочери, Он назвал нас своими детьми, и мы имеем вот эту власть приходить к Нему, как к Своему Небесному Отцу, зная, что Он будет действовать наше время, зная, что Он будет помогать нам, будет вести нас Своей рукой, то, что Он будет слышать наши все, слушать наши желания, да, ну, и, конечно, их корректировать под свою волю, как Ему угодно, и как будет лучше для нас. Это все Он будет делать. И, конечно, это великая радость, это великая благодать и милость, что мы сегодня имеем молитвы. С молитвы, вообще-то, все начинается, и все отношения с Богом, они начинаются, конечно же, с молитвы. Когда мы приходим к Господу, мы просим Его стать именно нашим Господином, Господином нашей жизни, чтобы Он коснулся наших сердец, чтобы Он ввел нас, чтобы Он простил нам наши грехи, чтобы Он сделал нас своими детьми. Все начинается с молитвы. Молитва, она всегда в начале. И, конечно же, молитва, молитва, это, на молитве проверяется наша, на молитвенной, активной молитвенной жизни, каждой у нас проверяется наша любовь, наша вера и наша надежда на Господа. Насколько мы Его любим, насколько мы доверяемся Ему, насколько мы уповаем на Него, насколько мы верим Ему, все это проверяется на нашей молитвенной жизни. Какая у тебя молитвенная жизнь? Если она активная, то это будет говорить об этих вещах. Потому что, что делают любящие люди, когда они в основном проводят время вместе, время вместе, в общении друг с другом, когда люди друг друга любят, они вот как-то стараются больше времени совместно что-то делать. И, конечно, общаться, узнавать друг друга. Им это очень нравится, они к этому тянутся. Так и наши отношения со Отцом. Если мы много молимся, если мы приходим к Господу, если мы активно ведем свою молитвенную жизнь, это, конечно же, говорит о том, что наша любовь к Отцу, она есть, она проявляется. То же самое и о вере, если мы говорим. То есть, если мы приходим к Богу постоянно, мы понимаем, что только Он нам может помочь, только Он через Него приходит к нам благословение, через Него приходит наша сила, подкрепление, только через Него. И, конечно, проявляется и наша вера, и наша надежда, и наше упование. Зная, что наш Бог, Он всемогущий, Он вездесущий, Он творящий милость, Он никогда нас не покинет, не оставит, Он поможет. И даже если мы где-то согрешаем, мы можем прийти к Нему, покаяться. И мы знаем, что Он нас восстановит и даст нам все необходимое для того, чтобы преодолеть различные испытания и искушения в нашей жизни. И, знаете, у нас сегодня гимн о молитве тоже, о молитве. И тут не просто в этом гимне мы будем петь о важности молитвы, но тут как бы есть и практическая сторона, что нужно делать, чтобы на самом деле Божья сила, она проявлялась в нашей жизни. О том, чтобы Бог действовал в нашей жизни. Потому что зачастую в жизни верующего происходят различные падения, духовные поражения из-за того, что он мало молится, мало призывает Господа, не знает, как молиться, не становится в молитвенный пролом. И здесь вот есть такие слова. «Темной ночью я не спал, на коленях все стояло и душою с Богом говорил». «Темной ночью не спал». То есть говорится о том, что когда человеку на самом деле его что-то важное, его что-то тревожит, он даже ночью не спит. Он приходит к Господу, он просит Бога что-то сделать в его жизни, дать силы, дать подкрепление, изменить, убрать грех какой-то, который мешает ему двигаться в Господе, помочь ему в каких-то жизненных обстоятельствах, в каких-то проблемах, в каких-то бедах. Он стоит на коленях, на коленях пред Богом. Он склоняется перед ним, он понимает, что только Бог может помочь, только на Него рассчитывают его сердце и душа. Только в Нем он найдет ту силу, необходимую Ему, на коленях, в милости Божьей. Часто ли мы боремся на коленях, дома, пред Богом? Стоим ли мы на коленях, когда в нашу жизнь приходят какие-то обстоятельства? Насколько мы посвящаемся молитве Господу? Приносим такие жертвы, даже ночью. Конечно же, что мы тогда хотим получить, если наша жизнь не меняется, если в нашей жизни не происходит каких-то плодов. Их и не будет, если нет молитвенной жизни. Активной молитвенной жизни. Если мы не будем взывать Господу, стучать к Нему. Ведь Он обещает, что Он откроет двери для нас. Откроет. Стучите, отворят вам. Ищите и найдете. Есть это в Писании? Есть. И часто наша вера превращается в такой авось. Знаете, говорят про россиян, что проблема россиян это авось. Авось пройдет, авось прокатит, авось что-то произойдет. Так мы часто и с Богом обращаемся. Мимолетно что-то сказали Богу. Ну, авось я там сам как-то все это решу. Авось там как-то Бог поможет. То есть нет вот этой веры, именно веры, жертвенной веры, о которой вот здесь говорится. Веры молитвенной жизни, когда ты жертвуешь своим временем, когда ты жертвуешь своими амбициями, такими-то желаниями, жертвуешь перед Богом, чтобы получить ответ от Господа. Ответ от Господа. Ты не приносишь эту жертву. А твоя молитвенная жизнь. Да, мы читаем Писание, где Бог нас призывает постоянно молиться. Да, наша жизнь, мы постоянно в молитвенном должны быть состоянии, делая что-то, предпринимая какие-то дела. Мы должны постоянно быть в молитве. Но Бог хочет решить, чтобы мы останавливались. Для чего? Для того, чтобы отстраниться от этой суеты. Чтобы сосредоточиться на Боге, когда действительно в нашей жизни есть серьезные проблемы. Серьезные какие-то ситуации приходят в нашей жизни. Когда мы встанем на колени и будем умолять Господа, просить Его. Умолять. Он Бог. Он Творец Его Сущего. У Него все. У Его благовы вечной жизни. У меня есть и нет. И, знаете, тут есть еще один в этом гимне очень интересный момент, о котором мы часто не молимся и не понимаем, зачем нам это просить. И во втором преде, «Боже мой, я жизни легкой и беспечной не хочу. Пусть страдания и скорби на пути своем найдут». Ну, знаете, для людей, наверное, этого мира такие слова вообще были бы непонятны. Как это так? Призываешь, да, в свою жизнь какие-то страдания, какие-то скорби. Для чего? Наоборот, наоборот, жизнь верующие, ты с Богом, у тебя все должно быть радостно, все должно быть красиво, все должно быть наполнено, да, то есть у тебя богатством должен ты обладать таким. Какие скорби, какие страдания? Ты не должен болеть. Нет. Вы знаете, вот читая Писание, книгу Откровений, вот во второй и третьей главе, Иисус обращается к семи церквям. Это были реальные церкви в свое время, в первопословские времена. И они являют образ церквей вообще во все времена, которые существуют, то, что происходило в этих церквях. И вот семь церквей, и только к двум церквям он не имеет претензий. К пяти он имеет претензий, а вот к двум не имеет. И вот одна из них, это Смирнская церковь. Во второй главе, в восьмом стихе написано, Янгелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и сежив. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, и всколько впрочем ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, и они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь не десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Аминь. А он говорит, нет, здесь нету претензий к этой церкви, здесь только подкрепление, да, он говорит, вот это будет, но ты будь, не бойся ничего. Он говорит, знаю твои дела и скорбь, я знаю, что с тобой происходит сейчас, гонения какие-то, теснота, скорбь, и злословие, но ты не бойся ничего. Знаете, зачастую вот эти все ситуации в нашей жизни, скорбь, теснота, страдания, они наоборот нам помогают. Помогают бодрствовать, помогают иметь с Богом близкие отношения, помогают брать силы у Бога, решать свою жизнь и не своей силой. Он говорит, впрочем ты в церкви и нищету, а в скобках впрочем ты богат. Как говорит Павел, в немощи проявляется сила Божья, в моей немощи. Когда я нищ духом, мне нужен Бог, я нуждаюсь в нем. Но когда у нас все хорошо, приходит гордость, упование на собственные силы. Поэтому нам необходимо и скорби, и страдания, чтобы мы не забывали о Боге, чтобы мы действительно всем сердцем нуждались в нем. Мы понимали необходимость в нем, в нашем Господе. Мы как-то на семинаре изучали книгу Чарльза Сперджина, лекции моим ученикам. И там он советует именно проповедникам, вообще верующим, посещать людей, которые находятся на воде серьезных болезней, которые находятся при смерти, чтобы человек видел вообще тленность свою. Чтобы он осознавал, понимал, что такое немощь. Что оно может прийти в любой момент в твою жизнь, чтобы он был сострадателем этим моментом, чтобы он не возгордился, чтобы он нуждался в Боге. Он понимал, какая сегодня, если ты здоров, какая благодать и милость сегодня в твоей жизни. И ты должен использовать это для славы Божьей. Как это важно нам понимать. Страдающий по плоти, как говорит Писание, перестает грешить. Это инструмент в руках Божьей, определенный инструмент, чтобы мы не забывали, кто мы такие. Чтобы мы действительно дошли до конца. До конца, к чему он нас определил. Жизнь и с ним на небесах. Чтобы мы помнили о нем всегда. И, конечно, вот здесь вот, еще в конце есть очень интересный стих. И я в молитве радость получал. Аминь. Вот к этому нам надо стремиться. Именно когда человек получает радость молитвы. Когда он уже увидел, как молитва может действовать в его жизни. Он увидел силу молитвы. Что происходит по молитвам. Он увидел вот это вот Божье водительство в своей жизни. Он понял, какая радость это ощущать Бога в себе. Какая радость ощущать Божье присутствие. Ведь когда мы молимся, Бог наполняет нас. Наши отношения с Ним становятся близкими. Это именно радость. Радость от того, что всемогущий Бог, сотворивший небо и землю, Он сегодня с тобой, Он всегда рядом. Это только, да даже представить в нашем разуме часто мы не можем. Как так? Все им живет, дышит, существует. И мы можем приходить к Нему. Что Он никогда не оставит нас. Постоянно заботится о нас. Всегда. Действительно радость. Я желаю, чтобы мы все вот такую радость испытывали от отношений с Богом. Чтобы наша молитвенная жизнь, она, конечно же, была, всегда занимала активную позицию. И мы нуждались в Боге. Нуждались в Нем. Потому что только Он может нам действительно помочь так, как нам нужно и как необходимо. Поэтому давайте мы встанем, помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.